Коми-деревня в Лаботнанге преображается в этнографический парк. Сложности настройки возникают, но без этого никак. Ямайские грунты и погода вносят свои коррективы. Но все это решаемо, делится Алексей Ахметов. Для подрядчика это первый культурно-исторический объект. Я понимаю, что с этого начались город Семилис. Чувствуешь себя в моменте производства работ, хочется сделать и лучше, чем бы ты сделал, где-то может быть интересней. На историческом месте площадью больше пяти гектаров появится музейный центр, чум, детская площадка, пирс и другие места для комфортного отдыха. Подобрали даже специальные фонари, свет которых будет рассеян по всей территории. Гул машины, шум инструментов не утихает. Строя Коми-деревня в самом разгаре. На территории расположится несколько вот таких вот деревянных исп. Внутри будет представлена жизнь и быт Коми-зырян. И каждый желающий сможет зайти, посмотреть и окунуться в эту историю. При строительстве нашли много ценных артефактов, и коренные жители не против поделиться информацией о том, какой была жизнь в старых стенах. В наших мечтах музея, и вполне возможно это осуществимо, что этот дом гостевая станет именно гостевой, в котором могут желающие, которые хотят окунуться в коми-зырянский быт, даже поночевать именно в том интерьере, как жили коми-зыряне. Известные на весь округ священные лиственницы сохранили и отвели им центральное место. Это место силы для лабытнанцев. Это шаманское место. Это, наверное, намоленное своего рода место. Это то, откуда берет свое начало вся жизнь муниципалитета. Пока мы в уважении к предкам, нам везет, нам помогает. Идею сохранить и восстановить историческое поселение поддержали жители. Благоустройство проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы идут по графику. Их планируют закончить к концу сентября. Илья Михно, Алексей Канев. Программа «Время. Ямала. Лабытнанги».